Итак, всем привет, и вы снова с нами. В общем-то, друзья, сегодня мы будем с вами пробовать сладкое. Знаете, если вы не любите сладкое, то сразу переключайте это видео. За вас, дорогие друзья. Ну и что, это вода. Я думал, ты мне предложишь чай или кофе. Итак, давайте, собственно, пробовать наши сладости. Давайте, давайте, давайте. Ну и что? Итак, пробуем. Это что, искос? Да-да! Специально для тебя. Специально. А какую мне, правую или левую? Не важно. Не важно. Об этом спор идет уже много лет, поэтому хотя бы любую, короче. Так можно съесть? Конечно, конечно. Ну и что это? Что-то не то. А у меня то. Вкусенько. Да ладно! И как быть? Неправильно у нас какие-то сладости. Неправильно? Неправильно. Ну и что делать? А, водичкой запить. Конечно. Так. Давай. Давай. Ну а в чем смысл гипотетически? Гипотетически должно быть смешно. Пока нет. Не важно. Не важно? В голове это было хорошо. Тогда я продолжаю есть. Давай дальше есть. Теперь другую, дорогие друзья. А, теперь надо попробовать другую? Конечно. Ну давай, попробуй. Ну это не очень. Да, согласна. Вы согласны со мной, мадам? Это не очень. Запиваем? Запиваю. Запиваю. Так. Но мне это все вредно есть. Это сахар повышает в крови. Понимаете? Так сахар нужно, чтобы повышался. Это тебе. Чтобы ты слаще была. А мне никак не пойдет. Но мороженец я съел. Ну, даже еленое. Ты не против? Нет. Значит, я лучше мороженое съел, чем вот эти вискос для котов. Там еще для собак бывают. Так. Открываем мороженец. Открываем? Открываем. Так, покажем. У нас продается отличное мороженое. Называется Щербет. Розовый. Розовый. Так. Макаем вискос в мороженое. Макаем вискос в мороженое. Да. Зачем? Ну, так вкуснее. Вкуснее? Ага. Что-то не макается. Сейчас я открою. Какой-то у нас неправильный вискос и мороженое. Вот, открыл. Ура. Так. Левая или правая палочка? Правая палочка двигается. Так. Мммм. Вкусно. Мы с тобой забыли одну вещь. Бороду. Чтобы я был похож на Хаттабыча. Не-не. Старик Хаттабыч ел там точно такое же мороженое. В фильме. Он эскимо ел. А, да. Вон первый из фильмов. Правильно. Это вкуснее самого дивного шербета. Даже при дворец Анасулеймана и Бандауда. Я не ел такую роскошь. Кстати, посмотрите обязательно. Фильм Старик Хаттабыч. Очень интересный, между прочим. А рассказать тебе, что было у меня связано в детстве с этим фильмом? Ну, давай. Ммм. Вот когда фильм начинается, там дети купаются в Москварике. Да, да, да. Вот ты знаешь, что это за место? Нет. А я тебе точно могу сказать. На этом месте те самые офисные здания, где твоя мама работает. Да? Да. Это берег Москварики, который раньше... Это в районе Тестовской. Белорусская дорога. Станция Тестовская. И там, как выходишь, вот как раз то самое место. Раньше там ничего не было. Кусты росли вдоль Москвы реки. Вот там снимали. А значит, на заднем плане этого художественного... Вот в этом художественном фильме, на этих съемках. На заднем плане гостиница «Украина» видна. Вот так вот. Это для тех, кто не знает. Об этом не знают очень даже многие. Сколько ты полезной информации знаешь. А я любопытный. А когда этот фильм запустили в прокат... В каком году? Сейчас скажу. Это был, по всей вероятности, 57-й или 58-й год. Я могу ошибиться. Но не 59-й. Либо 57-й. Нет, даже, может быть, 56-й. Короче, 57-й год. Я был летом в пионерском лагере. Вот. Пионерский лагерь находился под Талдомом. Это Московская область. Там, в лесах, в этих, очень много было змей. Вот так. Мы каждый день ходили. И ты встречался со змеями? Пионеры. Пионеры брали палки. У нас целых было человек 20 ребят. И этих змей на каждом шагу. Значит, ловили, убивали. В общем, очень много было. И ящерец. И вот сижу я. Нам же детям кино показывали. Вот. Это было во время фильма. Старик Хатабыч. Значит, у меня был соблазн. А это было уже перед самым концом смены. Я хотелось домой привезти ящерицу. И я долго готовился к этому. У меня была такая полулитровая банка с крышкой. И я, значит, сбежал. Темно в зале. Я сбежал с этого фильма. Перебежал через забор, значит, перелез. И в лес в этот пошел. А была погода такая, значит, сырая. И после дождя. Но солнечная и теплая. И даже испарения такие. И я увидел на пне ящерицу. Причем огромную. Большая она была вот. Ну, я не знаю. Ну, очень большая ящерица. Сидит, греется на солнышке. Я думаю, ну, вот это мое счастье. Мне повезло. И я с этой банкой к ней крадусь, крадусь, крадусь. И вдруг слышу сзади так. Я оборачиваюсь. И ко мне подползает огромная гадюка. Ну, может быть, она была не такая огромная. Но от страха глаза велики. И она ко мне ползет. Извивается такая серая. Ну, я не знаю. Такой серый какого-то цвета, значит. Я подпрыгнул. Не знаю. И быстро так испугался. Я еще так никогда не пугался. Перевалил через забор. И уже сижу опять кино смотрю. Старик Катабыч. Помню, там, по-моему, на ковре самолете они летят. Ну, я бы сказала так. Попытка была. Вот тебе. Хороший. Да. А то, что касается вот этих вискос. Значит. Для котов они тоже не годятся. Но мороженое есть можно. Вместо палочки. Водичку за всех. Вода тут не пойдет. Дедушке нужно что-то покрепче. Да ладно. Опусти воду. Водичку. На, ты пей воду. Давай. Ну. Так, давай отсняли. Вот. Вот это гениально. Водичка. 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 Продолжение следует...